МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Попали на прием главы правительства. Ангарчанам удалось поговорить с Дмитрием Медведевым. Штрафы не наказание. В ангарске детям продают алкоголь и сигареты. Программа «Местное время» с новостями дня. В студии для вас работает Елена Жерлова. 22 июля в Иркутскую область прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев. Председатель правительства провел совещание в Уссули-Сибирском, а также встретился с жителями при Ангаре в региональной общественной приемной партии «Единая Россия». С какими проблемами обратились сибиряки к главе правительства России? Смотрите далее в программе. С жителями Иркутской области премьер-министр встретился в региональном отделении партии «Единая Россия». Вместе с председателем правительства прием вели глава при Ангаре Сергей Ерошенко и секретарь регионального отделения партии Сергей Брилко. Первой на прием к Дмитрию Медведеву пришла Нина Ласкаева, жительница поселка Залари. Местная школа сгорела больше 20 лет назад, а новая – в стадии завершения строительства. Премьер дал поручение сдать объект к началу этого учебного года. На встрече с председателем садоводства, который тоже пришел на прием, договорились включить товарищество в план ремонтных работ. Тоже, естественно, дам поручение вам изучить, по возможности помочь. Вы мне докладывали, что у вас есть сейчас, по сути, программа региональная по строительству региональных дорог. Где-то это быстрее идет, потому что где-то медленнее. Область Иркутсия огромная по территории, но, тем не менее, потихонечку нужно действовать. Здесь тоже постарайтесь помочь. Жители Иркутской области обратились к председателю правительства с рядом экономических и социальных проблем. Их волнует дефицит образовательных учреждений вопроса санаторно-курортного лечения. Отдельно обсуждалась проблема по обеспечению жильем детей-сирот. Ксения Масютина обратилась к премьер-министру с просьбой ускорить выделение квартиры в Братске, предусмотренной ей в рамках региональной программы. Давайте мы так поступим. Разделим проблему на две части. Сначала ускорим предоставление просто жилья, чтобы вы вселились там в квартиру. А потом я просил бы тогда тоже руководство проанализировать вопрос о возможности соединения жилья, которое предоставляется по действующему закону людям без родителей, ну то есть детям-сиротам, и возможности его увеличения, включая и использование материнского капитала. Сергей Ерощенко отметил, что выдача ключей семье Масютиных запланирована на август 2015 года. Каждый человек, пришедший на прием к премьер-министру, получил ответ на свой вопрос. Сразу после этого Дмитрий Медведев отправился в Уссолье-Сибирское. Там он посетил промышленные площадки Уссолье-Химпрома и Химфармзавода. Визиты на предприятия проходили в рамках программы по развитию моногородов. В России сейчас 319 муниципалитетов с таким статусом. Меньше трети из них имеют стабильное экономическое развитие. В Иркутской области 8 моногородов. Во всех есть серьезные проблемы. Нам удалось найти алгоритм выхода из тех общих проблем, которые есть во всех моногородах. Это старое нерентабельное производство, как правило, невозможное к восстановлению. Это нужно осознать. И кроме того, в каждом из городов есть у нас проблема утилизации накопленных отходов. Байкальск – это 6 миллионов хлоросеросодержащих лигнинов. Вот Уссолье, где мы находимся, это Ртутное озеро. Уссолье-Сибирское примет участие в программе по развитию моногородов. По словам Дмитрия Медведева, на законодательном уровне предусмотрена возможность распространения на территориях моногородов особого режима ведения предпринимательской деятельности, так называемых территорий, опережающего социально-экономического развития. Я утвердил комплекс мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности моногородов. В его рамках создан фонд развития моногородов, который софинансирует расходы регионов и муниципальных образований на развитие инфраструктуры. Также он может участвовать в инвестиционных проектах и в обучении управленческих команд. Ряд механизмов поддержки запускается уже в этом году, рассказал Дмитрий Медведев. Рассматривать заявки от регионов на участие в программе будет специальная комиссия. Создавать территорию опережающего развития в моногородах планируется на срок до 10 лет, с возможностью его продления до 5 лет. Как рассказал министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев, финансирование уже началось. У нас уже работа началась. У нас бюджетирование прошлого года 3 миллиарда, этого года 4,5 миллиарда, на 16 и 17 по 10,8 миллиарда. Общая сумма больше 29 миллиардов рублей. Деньги довольно большие, надо эффективно распорядиться. На рабочей встрече с РИО губернатором Иркутской области Сергеем Ерошенко Дмитрий Медведев обсудил развитие крупных производств в моногородах. В регионе таких территорий 8. Байкальск, Шелихов, Тулун, Черемхово, Саянск, Уссули-Сибирское, Остилимск, Железногорский, Лимский. В них проживает 380 тысяч человек. По итогам встречи премьер-министр отметил, что кризисные моногорода находятся под пристальным вниманием со стороны всех уровней власти. Сейчас регионы наделены инструментами поддержки и могут проявлять инициативу. Елена Токмина, Местное время. На приеме у премьер-министра побывали ангарчане. Один из них – предприниматель Алексей Щичко. Молодой человек был выбран из десятка резидентов ангарского технопарка, чтобы задать вопрос о перспективах развития малого и среднего бизнеса в Иркутской области. Не всегда деньги решают все. Конечно, субсиды немаловажно. Но представлять кластер перед госкомпаниями у региональной власти намного больше шансов, чем у предпринимателей. А сейчас, поскольку малый бизнес может входить в госкомпании, то есть выполнять заказы госкомпании, это большой шанс на новые рынки. Дмитрий Медведев дал поручение главе при Ангаре Сергею Ерошенко не только выделить субсидию конкретному предприятию, но и рассмотреть вопрос с госзаказами. К примеру, в будущем в Ангарске смогут изготавливать детали для самолетов. Сегодня днем сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам совместно с полицией, Комиссией по делам несовершеннолетних, представителями отдела безопасности администрации и Управления образования выехали на комиссионную проверку берегов Китоя. Цель мероприятия – предотвращение несчастных случаев на воде. Яна Попова продолжит тему. Рейды по диким пляжам проходят регулярно в течение всего лета. Члены комиссии вручают горожанам агитационные листовки с правилами поведения на воде и на природе. В первую очередь такие акции направлены на контроль за детьми, которые купаются без присмотра взрослых. Далеко ехать не пришлось. В так называемом «легушатнике» возле Куражных горок обнаружили первых нарушителей. Сколько лет, ребятишки, расскажите? Двенадцать. Всем? Нет. Десять. Девять. Не боитесь седнитор плавать? Нет. Что, хорошо плаваете? Да. А в Китое плаваете? Нет. Нет, там холодно. На глубину поди заплываете? Нет. Вот трясетесь, мерзнете. Почему на водохранке не плаваете? Да, там не хотим. Я взял. А что там? Там же нормально вроде все оборудовалось. Да, холодно. Холодно? Недалеко от этого места, за 30-м микрорайоном, где не так давно утонул мальчик, пляж пустой. Но только потому, что испортилась погода. Хотя некоторых не остановило и это. Под кустом, накупавшись в Китое, лежат два изрядно пьяных товарища. Рядом в кустах разожгли костер. Штраф за это не менее трех тысяч рублей. Под старым китайским мостом, прямо в куче мусора, опять купаются подростки и пьяные ангарчане. Хотя многие и знают о несчастных случаях. Как показывает практика, люди очень отзывчивые и отвлекаются. Вот у нас, когда утонул подросток, маленькие ребятишки подходили и говорили, что они знают, что им родители давили эту информацию, что утонул подросток. Кому-то позвонил папа, кому-то рассказала мама. И, в общем-то, наши местные граждане, можно сказать, информацию всю усвоили и восприняли адекватно. По данным ГИМС, только за три недели июля утонули два человека. Один в промышленном карелецем поселка, другой в Ангаре. По области за лето 30 утонувших, четверо из них – дети. Киоск, который специалисты выбрали для проверки, расположен в 189 квартале. Две школьницы подходят и беспрепятственно покупают банку пива и пачку сигарет. Следующим клиентом уже становится инспектор. Начинается процедура изъятия алкогольной продукции. Инспектор составляет протокол. Предпринимателю нужно будет явиться на комиссию для вынесения решения. Продавец, отпустивший подросткам сигареты и пиво, пытается объяснить свой поступок. Скажите, а как вы можете объяснить поступок свой? Почему не спросили у детей возраста? Девушек рассчитались, когда начали считаться и чувствовали совсем это самое. Забыли зато посмотреть, что там мужчина, но у нее девочка. Не обратили внимания? Да. Просто видите, что мы считаемся, поэтому как получилось. Больше такого не повторится. Скорее всего, свои обещания продавец Ольга Николаевна не сдержит. По словам инспекторов, жалобы на этот киоск в комиссию поступают регулярно. Ну, конкретно данный киоск проверялся в прошлом месяце. Здесь был выявлен факт продажи несовершеннолетнему лицу. Однако, сегодня решили проверить повторно. И опять выявился факт продажи. Вообще, проверки проводятся ежемесячно совместно с сотрудниками УВД. По поступившим жалобам в комиссию. Конкретно на этот киоск неоднократно поступали жалобы, что продают несовершеннолетним спиртные напитки. Ну, раз в месяц проводим проверки. Проверки регулярные, нарушения, к сожалению, тоже. Штрафы в 40 тысяч рублей не останавливают продавцов. Сокрушаются инспекторы. В случае с этим киоском помогут только крайние меры. Лишение лицензии и запрет на торговлю. Администрация Ангарского городского округа имеет право расторнуть договор с предпринимателем. Защита прав детей, работа с неблагополучными семьями, сопровождение судебных разбирательств. Все это инспекторы комиссии по делам несовершеннолетних называют координацией органов системы профилактики. Свою работу специалисты Ангарского отдела теперь будут выполнять по новому адресу. Комиссия по делам несовершеннолетних переехала из 86-го квартала на улицу Восточный, дом 28. По словам инспекторов, изменения положительно скажутся на работе. Там у нас было целое крыло, будем так считать, что было три кабинета. На сегодняшний день у нас три кабинета и плюс нам выделили архив. То есть, что немаловажно, потому что документов у нас очень много. Телефоны комиссии не изменились, как и время работы. Инспекторы принимают ангарчан ежедневно с 9 утра до 6 часов вечера. В пятницу до 17. Снова полетят. Ангарский межрайонный орган наркоконтроля пытался в судебном порядке запретить книгу Александра Шумилова «Черные птицы». Издание под авторством руководителя общественного фонда «Город без наркотиков» вышло в сентябре прошлого года тиражом полторы тысячи экземпляров. Сотрудники ФСКН посчитали, что в издании присутствует пропаганда наркотиков. В поддержку книги был проведен пикет в областном центре. Судебное заседание шло в течение двух дней. Судья сделала один правильный, простой и правильный шаг. Вот за эти два дня, которые длилось судебное заседание, в перерыве между этими днями она просто взяла и прочла книгу. Она прочла книгу, у нее сформировалось собственное мнение о том, присутствует там пропаганда наркотиков или нет. И она вынесла решение прекратить в отношении меня административное преследование, так как в этой книге нет пропаганды наркотиков. Суд посчитал, что книга наоборот направлена на то, чтобы читатель понял всю опасность употребления и последствия смертельного зелья. Сейчас у наркополицейских есть возможность обжаловать решение суда вышестоящей инстанции. 20 организаций представили сегодня свои вакансии на традиционные ярмарки в центре занятости Ангарска. Желающих получить работу, как и прежде, почти вдвое больше того, что предлагают. Требуются городу люди мужские руки, мужские профессии, в основном плотники, бетончики, каменщики, электромонтажники, электрики. То есть мужские профессии, в основном чаще всего, требуются квалифицированные сотрудники, то есть с разрядами, с высокими разрядами. Ищут работу как бы не совсем квалифицированные сотрудники. Может быть, конечно, не устраивает уровень заработной платы, потому что зарплата у нас не очень высокая в городе Ангарске, мы это все знаем. Средний уровень зарплаты около 20 тысяч рублей, ну 15-20 тысяч рублей. Несмотря на то, что предложений о приеме на работу в базе центра занятости почти втрое больше, чем желающих трудиться, за последние полгода уровень безработицы в Ангарске вырос. Кстати, о современных видах занятости. 22 июля в России отмечался относительно новый праздник – День блогера. Это человек, который ведет в интернете свою авторскую страницу, делится на ней опытом с другими пользователями, дает полезные советы, освещает мероприятия. И в нашем городе есть такие примеры. Видеоблогер Лев Кокаяни начинал с портала YouTube, где рассказывал интернет-подписчикам о видеоиграх. На данный момент я уже расширяю свою деятельность и веду, по большому счету, влоги. Влог – это что-то вроде блога, только отличается тем, что я постоянно нахожусь в движении, езжу по городам, снимаю всякого рода мероприятия. И последнее из которых мероприятие было – это я ездил в Москву. Там проходил ежегодный фестиваль видеоблогеров именно на YouTube. Сейчас на собственном канале блогера 200 тысяч подписчиков. За первую сотню он получил от портала YouTube престижную премию – серебряную кнопку столичного фестиваля Video People. Ангарчанин считает, что блогеры – люди добрые и отзывчивые, поэтому к ним тянутся другие. И это была завершающая информация нашего выпуска. Смотрите новости на телеканале Актиз. До встречи.